Владимир, приветствую! Привет, Антон! Привет, дорогие участники нашего эфира с Антоном. Слышно хорошо? Да, мне слышно хорошо. Отлично, вас тоже хорошо слышно. Дорогие друзья, у нас сегодня интереснейший эфир с Владимиром Майковым, не побоюсь этого слова, с патриархом эволюционного движения в России, с президентом Ассоциации трансперсональной психологии России, доцентом Московского института психоанализа, с пионером многих развивающих человеческий потенциал движений. Это эхолотропная... Ох, тяжела, ношеси, я всё это не снижаю, всё, что ты перечислил. Давай, к делу перейдем, Антон. Антон, знаменитый исследователь сознания, интегральной практики, который только что в начале января провёл феноменальные конференции, восьмидневные по эволюции. Первый, я думаю, международный в будущем, но пока всероссийский фестиваль эволюции, на котором он собрал около 60 мастеров, выступал сам. То есть потрясающая вещь. Владимир, просто многие, наверное, не знают, ну, редко, наверное, да, и одна из любимейших моих лекций, когда вы рассказываете про свой путь, и наверняка вот у наших зрителей будет такая возможность как-нибудь тоже приобщиться. Вот, спасибо. И наш фестиваль благодаря вам в том числе состоялся, добрая половина участников, а то и больше, благодаря Владимиру была на фестивале, и это было очень здорово, огромная благодарность, и постепенно фестиваль вот новогоднего вот этого интенсива, восьмидневного, расползается так вот у нас на весь год, и впереди будет много активности. И у нас с Владимиром сегодня большая интересная тема про творчество как эволюционную практику. И Владимир, так как эволюционер с самой большой буквы, вот, и я хочу попросить вас рассказать вообще про… сделать такой краткий обзор, какие есть эволюционные направления, потому что вы пионер многих-многих направлений, и в том числе и творческого режиссура, и чем вот выделяется именно творчество как эволюционная практика. Кому как не вам задать этот вопрос, расскажите, пожалуйста, да. Ну, эволюционные направления и направления, в которых мы развиваемся, мы, я имею в виду, люди, они элементарно вытекают из того, кто мы есть и какова наша человеческая ситуация. Как с древности люди определяли себя. Да, то есть есть средний мир, есть верхний мир, есть нижний мир. Да, это карта древнейшая, шаманская, и человека, и космоса. То есть у нас есть вот то, что внизу, это то, что имеет историю, причину, следствие, это, скорее всего, такое вот материальное что-то. Есть среднее, это человеческое, это вот разум, смыслы, и верхнее, то, что мир духов, целителей, что-то такое высшее. То есть это вот такая вертикальная иерархия. Первая ось. Вторая ось связана с нашими другими координатами. То есть есть я, каждый человек про себя может сказать, и есть не я. Да? И вот в этом не я, что самое важное? То есть то, что вне меня. Самое важное, это, конечно, другие люди. То есть другие такие же я. А что еще остальное важно? Весь оставшийся мир, наполненный предметами. Да, вот вам, пожалуйста, карты интегрального развития. Да, вот три главных этажа вертикальных. И я, не я. И в этом не я самое важное. Другие люди, и мои отношения с ними, мы и внешний мир. Поэтому элементарно развитие человека, развитие вниз, то есть это связано с телом, с энергией, обладением вот этими этажами, развитие человеческое или экзистенциальное, в человеческом мире. Это прежде всего, конечно, в личностное развитие. Это развитие отношений, это развитие творческое. Это развитие способностей, в устранении препятствий. То, что традиционно для других людей делает психотерапия, но то, что каждый из нас может еще более успешно делать для себя, будучи для себя вот этими целителями и психотерапевтами. Ключи в нас на самом деле намного более мощные и хорошо работающие, нежели в любых школах психотерапии. Ну и, конечно же, развитие духовное, высшее. Вот, собственно говоря, основные измерения развития. То есть, ну, я подведу итог немножечко. То есть, мы развиваемся вот в области истории, там, где находятся наши предки, там, где находится вся человеческая история. Это область мифов, преданий, легенд, причин и следствий. На терминологии Джосефа Кэмпелл – это мифическое героическое путешествие. Дальше в человеческом мире у нас, ну, я выделяю шесть главных путешествий, шесть главных направлений развития. Первое – это традиционно все выше и выше и выше, вертикальное развитие. Второе – это устранение препятствий того, что мешает развитию. Третье – это творчество, как самостоятельное направление, то есть развитие творческих способностей. Творить, раскрываться, выражать, меняться, познавать новое, распахиваться. Четвертое – это пути к другим людям. И здесь четыре главных измерения – любовь, родительствование, сотрудничество, сотворчество и дружба. Четыре главные модальности отношений. Пятое – измерение развития – это то, что я называю героизмом как таковым, то есть воспитывание, овладение энергией героизма. Героизм – это основная энергия нашей жизни, то, что движет нами на всех уровнях, во всех измерениях, во всех направлениях творчества. И шестое – это центр, это путь канатоходца, это серфинг реальности, это серединный путь жизни, избегание крайности. Вот шесть главных экзистенциальных или человеческих измерений роста. И каждая из них – это колоссальный предмет в человеческом знании. И мы знаем и прошлых, и живущих мастеров в каждой из этих областей. Ну и, конечно, духовная область, она тоже неисчерпаема. Она связана со всеми мировыми религиями, с великими мировыми учителями, с современными духовными путями, карты которых найдены в великих исследованиях, например, в интегральном проекте Кена Вилбора, в процессуальной работе Арнольда Минделла, в Иссаленском проекте Майкла Мёрфи и его коллег Института Салангемида, в холотропном подходе Станислава Грофа, в работах Роджера Уолша, который открыл семь практик общих для всех мировых религий. То есть это современные карты духовного пути, то есть интегральная духовность Кена Вилбора, ну и все остальные перечисленные. Вот если вкратце, какие измерения, в которых мы можем развиваться, и развитие означает творчество. Никто не выразил лучше это, чем французский философ Анри Бергсон, который в своей книге, за которую он получил Нобелевскую премию, «Творческая эволюция», 1907 год, гениально исследовал и выразил на великолепном языке, литературном, философском. За философию Нобелевской премии не дают, поэтому им присудили Нобелевскую премию по литературе. Но это уникальный случай, когда философ получает Нобелевскую премию. В те времена, когда это не было еще политизировано. Сейчас, как мы знаем, в значительной степени все политизировано. Так что, я думаю, и мы, Антон, с тобой это прекрасно уже знаем. По конференции «Эволюция», которая состоялась в начале января, целых восемь дней мы с разных сторон исследовали, открывали разные двери в эволюционные тропинки, пути, порталы, знания, практики. И свыше 60 мастеров-эволюционеров делились своим опытом, личным опытом. Это жизнь. Люди, многие прожили уже долгую жизнь, исследуя возможности нашего развития. И большое количество участников, каждый тоже своим опытом. Ну и у нас была конференция в октябре Ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии. Которая тоже была посвящена, в общем-то, этой теме, то есть творчество и эволюция. То есть вот те же самые взаимосвязи. Потому что творчество и эволюция – это как имьянь, как две стороны монеты. Хотя, конечно, это скорее многоугольник, потому что кроме творчества и эволюции там есть еще важнейшие вещи, связанные с отношениями. То есть несколько измерений развития, они все одинаково важны. Мне приходилось на конференции, доводилось, вернее, делиться еще одним очень важным измерением импровизации как суть творчества. С Вадиком Демчогом у нас была беседа о вот в этом внутреннем пространстве творческого акта и вот тех виртуальных персонажах, которые возникают вот в этом творческом котле, который можно было бы назвать алхимическим сосудом каждого творца. Каждый раз, когда мы что-то порождаем, в наших внутренних пространствах актуализируются невидимые мощные персонажи, которые являются одновременно очень конкретными, имеющими отношение к нашей жизни и в то же время это архетипы, мощные архетипы. Это творческие фигуры. И, конечно, одна из них связана с самым древним, этапом человеческой жизни. Это фигура шамана. Недаром Арни Миндел говорит, что шаман – это архетип решения проблем. И каждый раз, когда любой человек решает новую задачу, новую проблему, он взывает к духу всех древних шаманов человечества. Мы опять один на один с миром. Нету готовых решений. И в нас пробуждаются силы. Наши нейронные сети, сформированные за 40 тысяч лет шаманизма. Мы, человечество, жили в шаманском мире. Нижний мир, средний мир, верхний мир, выходили в экстазе, в мир духов, общались с ними, заводили контакты и пользовались ресурсами друг друга. И это оставило колоссальный след в наших нейронных сетях, в нашем мозге. Создало глубинные, проторенные пути оптимального видения мира. То есть, в глубине устройства нашей нервной системы, нашего тела, наших нервных сетей прописан архетип шамана и шаманского знания. Поэтому неудивительно, что в надлежащих ситуациях он снова пробуждается и действует в нас и через нас. И, конечно же, все другие важнейшие архетипы человечества, связанные с творческими актами и с контактами с беспредельным миром, вот с этой айкуменой, источником вселенского творчества, они тоже пробуждаются. Но, как известно, постепенно шаманизм сменился язычеством. И радикальное отличие язычества от шаманизма состоит прежде всего в том, что там, где были духи, в языческом мире стали боги, высшие существа, живущие в сообществе, общающиеся между собой, разные, обладающие разными качествами, талантами. И в древних языческих мирах насчитывается до нескольких тысяч вот таких высших существ. То есть древний грек знал их всех по имени, общался с ними в специальных местах силы, эти места называются храмами, с помощью специальных практик, ритуалов. Цель которых состояла в том, что создать канал из человеческого мира в божественный мир и направить людскую энергию на связь с миром богов. Получить ответ, помощь, совет, союзничество и, пользуясь этим ресурсом, решать человеческие проблемы. Поэтому, конечно же, в языческих культурах творчество прежде всего было связано с контактом с божественным измерением. Человек конечен, человек ограничен, но боги всесильны, они разные, они могут предоставить нам необходимые ресурсы. И поэтому и творчество, и безумие, как считалось во всех древних культурах, насылается. И, скажем, Платон учил о четырех видах безумия. Согласно Платону, есть безумие, насылаемое зерсом, окончательное, сокрушительное, безумие бога-отца, верховного, высшего существа. Есть безумие, насылаемое дионизмом, вакханалия, оургия, пьянство, разгул, беспредельный танец и разнузданность, экстаз и вселенская какафония. Есть безумие, насылаемое Аполлоном. Это устремленность, героизм, преследование целей, это намерение, осуществление великих идей. И есть безумие, насылаемое Роза. Леротом, или Росом, как правильно сказать. То есть, это любовь, страсть, омок, увлеченность. И древние греки в каждой области наводили резкость и добавляли еще более тонкие дифференциации, скажем, согласно греческой картине мира, есть восемь разных видов любви. Мы используем одно слово в большинстве современных культур для обозначения любви. у грек было восемь слов для разных видов любви. Это специальная интересная история. Но, с другой стороны, этот пример показывает, насколько сложный, многообразный мир существовал в древних языческих культурах. И насколько детально прописаны были, насколько многообразны были контакты человека с высшим миром, с источником творчества. Но и в нашей обычной повседневной жизни. Вот давайте на время примем точку зрения материализма. Что есть только жизнь от рождения до смерти, больше ничего не существует, никаких богов нет. Мир – это результат закономерного развития материи. Современная Вселенная возникла примерно 15 миллиардов лет в результате большого взрыва. Даже эта материалистическая психология констатирует факт и существует целое направление психологии развития, которое говорит о том, что каждый человек развивается. Каждый человек проходит 10 основных этапов развития, связанных с возрастом. Переход от одного этапа в другой этап связан с кризисами. Кризис – это стремительный переход, и никаким другим этот переход быть не может, потому что слишком большие различия и противоречия между прежним уровнем и следующим уровнем. Поэтому это для нас воспринимается как катастрофа. Поэтому с точки зрения современной даже материальной психологии мы изменяемся, и в этом изменении колоссальную роль играет необычное, новое. И это новое, необычное всегда воспринимается нами как измененные, необычные состояния сознания. И поэтому с древних времен наблюдается вот эта связь между творчеством и безумием, гениальностью и сумасшествием. И эта связь лискована. Недаром в жизни многих великих артистов, творцов, ученых, художников имеются элементы безумия, элементы необычного, элементы погружения во мрак и в бездну, восставания из темной ночи, души, возрождения из ада. И кто-то застрял и не вернулся. Не все благополучно путешествуют в безумие и обратно кого-то заносят. Поэтому, конечно, творчество с одной стороны является неотрывным аспектом нашей жизни, потому что даже наша обычная жизнь не может продолжаться без творчества. Мы не можем меняться, мы не можем развиваться, мы не можем переходить, мы не можем познавать новое. Посмотрите, что произошло у нас за сто последних лет, как все изменилось за последние двадцать лет с появлением сотовых телефонов и последние десять лет смартфоны, изобретение первого айфона и новая эра на базе уже созданного интернета. Как когда-то говорил Ленин, коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны. И мы могли бы помечтать и перефразировать в отношении того, что представляет собой современность. Современность это многообразные различные виды демократии доминирующие устройства мира около сотни разных видов демократии но ничего лучшего человечества не придумало можно критиковать плюс смартфонизация всего мира. Я думаю да, вот такое хорошее определение реальности. И конечно же в этом аспекте очень важно также понимать что наше развитие оно происходит не в вакууме оно происходит вот в этой как говорят среде обитания в этом мире в этих городах в этих мегаполисах мы летаем на этих самолетах мы пользуемся интернетом и смартфонами мы соединены в социальные сети и и поэтому мы живем в совершенно другом пространстве и это пространство вот это важно очень понимать мы создаем сами и в значительной степени направление развития этого пространства в нашей жизни есть не что иное как тоже наша эволюция мы развиваемся создавая среду развития культуру техно среду мы с одной стороны создаем смартфон с помощью которых мы можем видеть друг друга вот транслировать например нашу беседу а с другой стороны человечество изобрело новый орган сознания все предметы которые существуют они созданы нами они созданы этими руками они являются нашими проектами результатами нашего познания того что такое реальность с помощью их мы еще быстрее еще эффективнее познаем мир общаемся друг с другом вот это самое главное да и мы помогаем создаем следующую ступеньку для того чтобы сделать следующие шаги в нашем собственном развитии работает своего рода маятник эволюции мы создаем новый мир и затем мы живем в этом мире наполняемся им создаем платформу для того чтобы познать объективировать оформить выразить материализировать следующие элементы нового мира да затем маятник обратно возвращается в нас как новые возможности коммуникации мышления это очень легко посмотреть на феномене компьютеров я помню или даже вот еще более простой пример телевидения когда я был школьником я жил в городе Ярославле и в коммунальной квартире у наших соседей появился первый советский телевизор КВН вот с таким маленьким экранчиком и большой линзой ну и вся коммунальная квартира ходила смотреть к ним единственную программу в Ярославле для детей это было окошко в новый мир потом случилось настал великий день и в Ярославле появилась вторая программа это было невероятное чудо и если не нравился голубой огонек можно было переключить на кабачок 12 стульев или посмотреть 4 танкистые собаки или что-нибудь еще то есть был невероятный выбор когда я в 74 году поступил на Фистех в Москве было уже 6 программ телевидения ну и конечно же постепенно постепенно мы сейчас можем пользоваться всем мировым телевидением через интернет через спутники через всевозможного рода телевизионные приставки сейчас весь мир взаимосвязан и это означает что появилась обратная связь от одной любой части мира к любой другой части мира то есть мы находимся в контакте это важнейший аспект связь ее качество интенсивность полнота живость этого контакта это важнейший катализатор нашего взаимного развития поэтому вот важный аспект творческой эволюции 2.0 то есть современный в 21 веке создает в том что оно в качестве важнейшего аспекта несет в себе технические измерения то есть мы меняем среду обитания мы создаем новые инструменты эволюции новые материализуем внутренние открытые нами возможности и способности нашего разума как внешние приборы и то что было доступным единичным уникальным гением изобретателем с помощью этих приборов смартфонов компьютеров новых скоростей передвижения глобального телевидения становится доступным всем людям но конечно этот процесс имеет и обратный негативный эффект но в частности мы знаем что с помощью медиареальности можно не только информировать в этом состоит как бы золотое правило журналистики да оглашать правду делиться тем что есть сообщать информацию прорываться и доносить весть о мире но мы знаем что это может быть очень мощным инструментом манипулирования людьми и частная собственность например на телевизионные каналы на интернет каналы может быть преобразована в формулу приватной реальности то есть медиамагнат вполне может сказать что реальность это то что я показываю в качестве реальности смотрите вот каков мир и мы знаем многочисленные способы перлюстраивания перлюстрирования истории за последние несколько лет и перлюстрирования реальности то есть вместо полной картины нам показывают какой-то один избранный гипертрофированный аспект и говорят что вот это все больше ничего нет все остальное ложь поэтому конечно вот очень важно в этой ситуации когда медиа все больше больше и больше власть набирает а эта тенденция по-видимому будет продолжаться очень важно разбираться в том как это работает и вырабатывать все противоядия против медийного рабства иначе мы все окажемся в еще одной клетке медийной клетке и какая разница какими цепями мы прикованы да соломенными железными или платиновыми да это все равно цепи как бы они не сверкали и как бы мы не радовались вот этим алмазным обручам да они не делают нас свободными они ограничивают нас поэтому очень важно конечно же понимать как оно есть понимать человеческую ситуацию то есть иметь большую картину жизни большую картину мира это ну наверное отправная точка любого творческого пути я извиняюсь за длинную тираду Владимир невероятно интересно если есть возможность у вас камера немножко подвинуть чтобы вас было больше видно за всплывающими сообщениями вправо чтобы вы ближе к центру были можно даже еще в эту сторону или вот в эту сторону вот так лучше предыдущую предыдущую вот так еще чуть-чуть можно спасибо большое очень невероятно интересно сложно было вас клинится прервать и как всегда много нового вдохновения поэтому продолжайте очень интересно как творчество мне интересно было такой вопрос задать в этом контексте что творчество ну вот это следует из вашего рассказа тоже это в более широком контексте чем мы обычно привыкли воспринимать как там рисование или поэзия то есть творчество это может быть любым делом любой активностью любой проявленностью совершенно верно совершенно верно я считаю что каждый человек в своей самой первой главной сути это творец ведь именно это и было открыто мировыми религиями когда мы слышим на санскрите таттвам аси ты есть то атман равняется брахман то это и есть констатация этого великого открытия что в каждом из нас есть божья искра семя творчество божественное измерение а значит из нас творец по самой своей природе и по сути все мировые религии есть не что иное как навигаторы и карты по пути к раскрытию этого внутреннего творца недаром русская философия в своем сущностном измерении это философия о том как это реализовать Владимир Соловьев какая главная тема его богочеловечества да то есть Соловьев как Иисус когда-то в Евангелии показал путь для того времени Соловьев в конце 19-го начале 20-го века показал современному человечеству путь тоже к раскрытию божественного измерения его ученик Бердяев какая главная тема творчества всего Бердяева творчество творческий человек раскрытие возможностей и недаром любимым философом Бердяева был Фридрих Ницше который перевернул современную философию оказал максимальное влияние на всю современную философию и конечно же в русской культуре серебряного века вы не найдете ни одного великого художника писателя композитора который не зачитывался бы Ницше хотя в классическом смысле Ницше не философ он в большей степени проповедник или писатель или поэт но те темы которые он раскрывает явились судьбоносными и тема которая например центральная для всего Ницше это раскрытие творческого начала которое он называл сверхчеловеком то есть преодоление человеческих ограничений недаром философия Ницше оказала также колоссальное влияние на формирование транспарсональной философии я называю его первым транспарсональным философом он в Заратустре дал первый вариант транспарсональной я бы сказал антропологии философской человек есть нечто что должно превозмочь поэтому слова Ницше о том что из всего написанного я люблю только то что написано кровью пиши кровью ибо кровь есть дух это своего рода как и тезис творческого человека это формула творчества то есть творчество это всегда из сердца это кровь это сок жизни это главное не нужно писать просто так если можешь не писать не пиши не твори твори когда прорывается твори когда это действительно весть нового и другой мой любимый персонаж из мира творчества это уже более современный латиноамериканский писатель Хулио Картасер великий мастер рассказов говорил о том он поделился своей формулой творчества ну в частности рассказов рассказ должен вызывать у читателя нокаут лучше не скажешь о том что такое творческий акт и если мы вдуваемся вот над этой формулой творчества по Хулио Картасеру то нокаут означает что да мы мы вышли из привычного состояния мы ошарашены да мы нас выбили из привычного восприятия как Дон Хуан толкая Кастанедову в середину между лопатками помещал его из обычного мира в нагваль так рассказы Хулио Картасера вышибают вышибают нас из привычного восприятия и благодаря им мы попадаем в магический мир в расширенное восприятие реальности человека поэтому творчество связано с тем что конечно же мы предельно интенсифицируем свое переживание мира мы становимся вратами бесконечности в этот мир и вот из этого творческого источника бесконечность приходит в этот мир через нас и это тоже очень важно потому что через нас оно может только прийти через посредство нашего телесного материального проявления через наши руки через наше тело через наш голос наши творческие акты фантазии мысли бурления вот внутренним алхимическом котле должно быть выражено выражено на материальном плане для того чтобы быть воспринятым другими людьми все что не выражено не воспринимается произведение искусства должно быть материализовано и тогда оно может быть воспринято и когда мы что-то воспринимаем мы через произведение искусства через картину Ван Гога через роман Достоевского через песни Битлз через спектакль любимых режиссеров с участием любимых актеров мы погружаемся во вселенную творцов написавших эту песню создавших этот спектакль снявших этот фильм сыгравших там какие-то роли сочинивших музыку мы входим во внутренний мир творцов в их вселенные в бесконечные миры и вот в этот момент происходит контакт нашей бесконечности с бесконечностью создателей произведения и мы замираем мы изумляемся и мы называем это состояние из нас вырывается восклицание Боже мой невероятно как красиво да красота это всегда красота сознания это очень важно понимать поэтому говорят красота в глазах смотрящего когда мы восхищаемся чем-то что создано другими что создано природой мы единосущны создателем да мы в том же самом измерении в том же самом состоянии именно поэтому великие произведения искусства являются с одной стороны концентрацией реальности вот через портал которым является жизнь творца они входят в этот мир материализуются принимают определенную форму которая оптимальна для восприятия и раскрытия их в мире других людей и благодаря этому мы странствуем по мирам других людей мы странствуем по душам мы живем другими жизнями мы выходим из ограничений своих мы покидаем привычные миры и мы странствуем как говорил Левшестов по душам именно поэтому искусство является высшей эволюционной практикой искусство говорит на самом живом самом простом самом объемном самом целостном самом естественном языке целостном языке жизни жизни искусство выражает прежде всего полную целостную нераздельную жизнь во всех ее измерениях в ее таинственности в ее бесконечности в ее несказанности невыраженности загадочности мерцательности полноте объеме шоке это можно выразить только на языке искусства язык разума выражает наш повседневный опыт он связан спеленован необходимостью передавать объективные вещи консенсусом соответствовать нашим привычкам причинно-следственного восприятия язык искусства не имеет ограничений он создается если это необходимо художниками он выражает личный опыт и вполне возможно что какие-то измерения этого личного опыта будут не поняты не расколдованы не раскрыты но тем не менее они прозвучали они выплеснулись и в этом состоит наверное призвание художников и предназначение искусства поэтому язык искусства понятен всем в любом возрасте при любом образовании искусство не имеет никаких цензов для своего восприятия никаких условий и именно поэтому нужно всегда всех поощрять в том чтобы заниматься искусством неважно каким особенно родителям если вы заметили что вас ребенок хочет рисовать танцевать петь сочинять играть пожалуйста поддержите его играйте с ним танцуете пойте водите его в кружки неважно какие неважно чем главное заниматься 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 потому что с помощью искусства в наш мир входит красота красота спасает нас красота спасает мир потому что красота это проявление сущности это проявление истинной природы реальности в нашей жизни в основе красоты естественная бесконечность многосвязность и гармония всего и вся это живая нераздельная системная связь это интегральная реальность в жизни каждого из нас вот это и есть то что красиво и поэтому красота и на языке ее противоположность на насущностном уровне это как имьян безобразие это мир художника недаром мирче Элиада нет извините не мирче Элиада не мифолог а итальянский автор маятника Фуко напомни мне пожалуйста писатель и культуролог Уберто Эко две его книжки по искусству они так и называются история красоты и история безобразного я рекомендую это как два наверное лучших таких путеводителя в мир прекрасного в мир искусства ну недавно вышла еще в издательстве миф книжка которая так и называется красота тоже замечательная книжка там иллюстрации больше чем текста и это правильно да нужно пережить нужно питаться прекрасным и именно потому что все в этом мире прекрасно именно потому что красота реальная красота это проявление глубины это проявление сущности это игра мира это показ беспредельного богатства возможностей красота человека проявляется не в соответствии каким-то глянцевым образцам не в геометрических сечениях его лица с общепринятой точки зрения я могу быть перекокоженным непропорциональным колченогим перетянутым одноглазым лысым и так далее но красота в проявлении энергии красота всегда в нашем восприятии это красота глубины это игра источника энергии понаблюдайте кого мы считаем реально привлекательными симпатичными красивыми тех людей которые выражают жизнь которые живые которые играют поэтому все дети красивые но нету некрасивых и безобразных детей они все абсолютно прекрасны потому что для ребенка естественно играть и выражать жизнь дети живые они живут на всю катушку и каждому из нас это тоже доступно каждый из нас несет это семя это было открыто каждый из нас в любом возрасте может раскрыть свой дар великого творца великого художника великого артиста проявителя выразителя нужно только малое нужно во-первых вступить с этим в контакт вот с этим источником почувствовать его вспомнить себя ребенком понаблюдать за всеми детьми за своими детьми детьми друзей детьми на улице и вы почувствуете контакт с этим источником всего с этим царствием небесным в каждом из нас и конечно же нужно защитить этого ребенка ребенок в психологии Карла Густава Юнга архетип ребенка это творческое начало это символ обновления жизни каждый раз когда нам снятся дети это знак того что что-то происходит в нас что-то меняется это творческое семя в каждом из нас поэтому конечно же недаром существуют очень популярные эффективные психологические открытия связанные с раскрытием исцелением этого внутреннего ребенка освобождением его от пут которые наросли на нас постепенно и мы попали в клетки и колеи повседневной жизни поэтому конечно же мало открыть и восстановить связь с внутренним творческим источником нужно помочь этому проявиться помочь этому выразиться и следующий важнейший этап это конечно энергия да потому что творчество проявляется в нас через наше тело и если мы не владеем своим телом владение телом это прежде всего владением энергии энергии голоса энергии движения энергии игры на музыкальных инструментах энергии лепки энергии танца энергии оформления внутренних движений в сознании в мысли в слова в произведения в кинофильмы да то есть и для того чтобы овладеть энергией ну нужен труд поэтому в основе нас выращивание нас как творцов конечно же йога творчество точно так же как классическая хатха йога связан на сущностном уровне совладением энергии через позы дыхательные упражнения через наблюдение интеграцию объединение мы постепенно становимся хозяевами жизненной энергии только в творчестве процесс овладения энергии связан непосредственно с задачей выражения себя то есть это йога это йога не сколько овладение энергии для того чтобы расти духовно или получить физическое силу и долголетие сколько для того чтобы приобрести мощь творца мощь выражения адекватность выражения тонкость распределения этой энергии и именно поэтому говорят что гений это немного таланта и очень много труда потому что немного таланта то есть вот семи гениальность есть у каждого человека а вот остальное зависит наверное от нашего труда ну и конечно же от нашей ясности силы глубины контакта и от нашего героизма я бы сказал от нашей жажды выразить себя потому что если мы не выразили себя то нас не восприняли если мы не выразили себя мы не подарили эту бесконечность миру своим друзьям своим любимым своим детям и оно наоборот если каждый будет по максимуму выражать себя всеми возможными способами уместными для данной ситуации для других людей не мешающие а побуждающие их если в каждом нашем отношении в жизни в труде на работе в воспитании в любом контакте мы можем мы сможем максимально делиться собой с другими людьми да то все в нашей жизни станет творчеством мы будем взаимными катализаторами процесса творческого развития наша жизнь повседневная жизнь станет творческой лабораторией все станет инструментами эволюции и постепенно я думаю что это займет не больше чем пять лет количество гениальных творцов ну по современным меркам гениальных вот с нынешних где-то тысячи с небольшим может быть десяти тысяч людей во всех измерениях искусства да оно будет исчисляться сотнями миллионов людей я думаю что это будет совершенно другой мир я думаю что будет создана новая форма выражения языки выражения если жизнь каждого из нас станет непрестанным потоком творчества если мы поймем что наше развитие взаимное не отрывно от творчества если мы будем вкладывать все что мы открыли в то чтобы открыть еще больше все творчество в то чтобы было еще больше творчества в нашей жизни этот процесс станет совершенно каскадным животворящим распространяющимся во всех измерениях нашей жизни и мир переменится невероятным образом мы создадим мощнейшие инструменты эволюции среду творчества представьте себе каким стал бы наш мир если бы главной целью каждого человека и всего человечества стала эволюция индивидуальная и общая эволюция главная ценность не бабло не достижение чисто какого-нибудь совершенства в одной избранной области духовной материальной бизнес политика танца нет развитие как главная цель человечества в этом большом общечеловеческом развитии каждый из нас может сыграть свою уникальную роль максимально интересную для каждого из нас и максимально благотворную и полезную всем другим людям если главной целью бизнеса политики педагогики техники будет прежде всего забота о нашем общем развитии если мы поймем что творчество является главным ресурсом и главной ценностью я думаю что жизнь радикально изменится я думаю что это произойдет ну уже вот в этом столетии вот этот радикальный переход мы знаем что главный стратегический ресурс человечества на протяжении человеческой истории несколько раз менялся ну то есть во времена если брать не слишком отдаленное время во времена рабовладельческого строя главным ресурсом были рабы чем больше рабов да тем богаче правитель народ государства затем во времена феодализма гранным стратегическим ресурсом стала земля кто владеет землей тот владеет миром постепенно главным стратегическим ресурсом человечества стали деньги чем больше денег тем больше власти и больше всего но деньги тоже в качестве своего источника имеют информацию и вот сейчас мы живем вот этот период как перехода от стратегического ресурса денег к стратегическому ресурсу информации кто владеет информации тот владеет деньгами землей рабами то есть человечеством всем то есть информация но информация тоже имеет свой источник человека а человек в качестве своего главного источника имеет творчество это наш дух импровизация как суть творчества поэтому вот я думаю что мы сейчас устремлены вот к этому к этой новой совершенной эпохой и как человечество наверное мы пройдем этот путь ну не знаю сколько десятков лет это займет но я думаю что отдельные люди уже устремлены ну по крайней мере вот то славное сообщество эволюционеров которые были на двух последних конференциях в том числе вот на фестивале эволюция которые слушают наши эфиры вот эволюционеров мастеров которые выступали я думаю что это вот как раз и есть арьергард вот этого нового будущего человечества мы уже заботимся о семенах будущего мы уже как можем конечно пытаемся привести весть вот об этом мире в наш мир и способствовать вырастанию этих семян Владимир огромная благодарность я прям снова с радостью для себя открыл вас в эпостаси такого целителя и шамана потому что ваша речь она прям трансформирует пространство действительное творчество которое трансформирует пространство и исцеляет это очень актуально и для меня лично и я думаю для многих ребят для наших зрителей и ребят у вас есть возможность задать один два вопроса эфир подходит к концу Владимир и еще вы уже об этом упоминали еще раз подчеркните пожалуйста многим наверное захотелось от такого вдохновенного выступления от вашей вдохновенной речи стать творцами но к сожалению не для многих то есть минимальный процент людей действительно живут в позиции творца и вот позволяют себе выражать позволяют в этой бесконечности проявляться вот как прийти к этому состоянию какие есть инструменты вы уже упомянули некоторые это быть ближе смотреть на эти проявления смотреть на детей и так далее вот может быть что еще и подчеркнуть в этот момент ну каждому творцу нужно разгребсти авгиве конюшни бессознательного то есть освободиться от тех пут от травм травмы рождения травм детства травм травм подросткового возраста все кризисы через которые мы проходили оставляют шрамы в теле нашей творческой вселенной поэтому не залечив этой раны мы не обретем необходимые ресурсы и энергию поэтому это важная часть также такого творческого роста ну и конечно у каждого творца есть три главных врага с которыми мы должны сразиться первый враг это смерть и в конечном счете творчество это преодоление смерти творчество это переход в бесконечность да через произведение через раскрытие своей собственной бесконечности изливание его через портал своей жизни в произведение искусства и вообще преображение своей жизни как непрестанного потока творчества я становлюсь бесконечным каждый становится бесконечным И второй враг каждого Творца – это, конечно же, страх перед Безумием. Безумие – это основной страх, блокирующий творческий ад. Не постигнув тайну безумия, мы не сможем разблокировать своих Творцов. Ну и третий враг каждого Творца – это, конечно, обыденность, это стремление быть как все, жить в колее, боязнь покинуть известный мир. Поэтому нам необходимо широкое знакомство с другими мирами, нам необходимо странствие по душам, по другим вселенным, путешествия, воображение, собственные фантазии творчества, опыт необычных состояний сознания всеми доступными, уместными, безопасными средствами, например, через шаманский опыт, холотропное дыхание, через любовь, через творческие тоже экстазы. И, конечно же, очень важно также иметь большую картину того, что такое творчество, понимать, что такое вселенное творчество, как работает вот этот магический театр сознания, как устроен мир Творца, с кем мы в контакте, чтобы лучше пользоваться этими энергиями, дарованными нами от вселенной, быть с ними в контакте, лучше уметь их выражать и, конечно же, не бояться творить, понимать, что в основе любого творчества лежит импровизация. Помните, у Ильфа и Петрова «Остапа несло». Вот так вот набрали и нас понесло. Да, мы не думаем ни о чем. Вдохновение. Мы вдохнули, навеяли и... Вот очень важно также понимать микро- и макродинамику творческого акта, которая теснейшим образом связана с дыханием. В каком-то смысле элементарный вдох и выдох – это структура любого творческого акта. Вдыхаем и вдыхаем других людей, смыслы, мир, ожидание, вселенную, а выдыхаем и делимся собою, своим миром, представляем себя. И внимание к дыханию, ко всем форматам дыхания очень важно и очень полезно для того, чтобы вступить в контакт и управлять энергией творческого акта. Ну и, конечно, каждому из нас ближе какие-то языки творчества, какие-то области, кому-то кино. Ну я, например, вот снимаю фильмы, кому-то музыка, ну мне тоже очень она нравится, кому-то танец, кому-то отношения, кому-то рисование, кому-то театр. И мы можем входить в эти миры, окунаться, тренироваться, постигать, потому что творчество – это практика. Всегда мы практикуем, практикуем, невзирая ни на что. Недаром один из самых продуктивных методов решения проблем называется мозговой штурм. То есть мы отбрасываем все, что известно, отбрасываем сомнения и просто устремляемся в неизвестное. Этот метод Питер Брук, великий кинорежиссер, назвал «пустое пространство». То есть мы освобожаем...